Итак, сегодня 18.04, 17.18 минут по местному доминиканскому времени. Мы находимся на пляже Хуандулио в отеле Coral Costa Caribe Resort & Spa. Да, целый день льет дождь, поэтому когда туроператор вам говорит, что здесь круглый год стоят ясные дни, они вас немножко обманывают. Ну как немножко, очень сильно. В принципе, обман это их любимое занятие в связи с тем, что точно так же они говорят, что круглый год здесь фрукты. Да, фрукты здесь есть круглый год. Точно так же, как в России, круглый год есть картошка. У фруктов есть сезонность, когда они поспевают, когда они не поспевают. Вот сейчас сезон спелых фруктов, скажем так, на манге не сезон, это точно. А манге еще ждать надо. Вот, ладно, дальше уточнять не буду, а то могут поймать на лжи, что я тоже лжи отца и обманщик. И скажут, что меня можно будет назвать «Анекс Туром» или отелем «Корал Коста Краби». Кариба, Кариба, Кариба. Вот, значит, такая погода. В чем фишечка? Вот я сейчас снимаю с главного корпуса. Если вот туда левее посмотреть, то у них там должны быть и видны водные виды спорта. А отелем позиционируются водные виды спорта как бесплатные. В бесплатные водные виды спорта входит виндсерфинг, ради которого и был куплен этот тур у «Анекс Тура». Но начнем по порядку. Выбирая отель и выбирая отдых, заранее планирую еще месяца за два, то есть после Нового Года, планирую, где мы будем отдыхать. Одним из наших основных требований к отелю было наличие виндсерфинга в отеле или возле отеля. Облазили кучу мест. Смотрели Таиланд, смотрели Доминикану. Выбор уже был почти сделан в пользу Таиланда. Мы уже почти собирались его купить. Но вы увидели, что в Таиланде виндсерфинг возле отеля был платный. А в данном отеле виндсерфинг позиционировался как бесплатная опция при покупке данного тура, даже не отеля, данного отеля. То есть мы посчитали, что нам выгоднее полететь в Доминикану, нежели чем в Таиланд. Именно потому, что здесь есть бесплатный виндсерфинг. Мы прилетели сюда, обнаружили, что виндсерфинг, да, есть. Да, он бесплатный, но он сломан. То есть воспользоваться данной услугой, которую мы приобрели посредством аннекс-тура, мы не можем. На сайте отеля заявленная услуга висит до сих пор, что она бесплатная. Мы сделали скриншот официальной страницы отеля, прикрепили к письму, направили заявку в аннекс-тур, что мы покупали такой-то отель, так-то, так-то. Вот вам наше письмо, наша нота. Вот почему эта нота образовалась, то есть прикрепили, отправили в аннекс. Аннекс на что нам отвечает? На сайте туроператора, аннекс-тура, нету такой услуги, но мы им показываем, что у вас там показаны водные виды спорта. Они говорят, ну да, водные виды спорта, у них же есть каяки, и катайтесь. Мы говорим, нет, не так, ребята, дела было. Мы созванивались с аннексом по телефону. У нас перевели на какого-то оператора, не помню уже чего, и нам сказали, чтобы узнать, что есть в отеле, зайдите на официальный сайт отеля, что мы и сделали. И только после этого мы приобрели тур. Вот. Вопрос. Нам продали непонятно что, непонятно зачем. Мы пролетели сюда 14 часов. Услугу мы не получили. После переписок трехдневных или четырехдневных с аннекс-туром, с отелем, после переговоров на ресепшене, с гостевым сервисом, с аннекс-туром, нас все посылали, посылали, все-таки мы добились встречи с управляющей данным отелем. Управляющий данным отелем говорит, пацаны, в натуре все хорошо будет, но сейчас пасхальная неделя не может. Вот после пасхальной недели сразу все будет. Подошли после пасхальной недели. Пасхальная неделя закончилась в понедельник, сегодня уже вторник, ничего не работает. Говорят, завтра приходи, завтра все будет. Я говорю, вы купили ту деталь, которую завтра будете делать? Завтра приходи. После часа переговоров пошли посмотреть, что же я от них хочу. Оказалось, что данную детальку не покупали, покупать не собираются, никто это делать не будет. Вот. То есть меня просто кормили завтраками и аннекс-тур, и данный отель. Переселить меня никто не предлагал. Предоставить они тоже не предлагают. Винсерфинг не предоставляют. Нет, аннекс-тур предлагал меня переселить, но за мои деньги. Типа, доплати 800 долларов. Но извините меня, я покупал данный отель как раз-таки для того, что он мне был дешевле. И вдобавок для аннекса переселить меня в такой же отель, но с винсерфингом. Дело, скажем так, это производство, это нормальная производственная ситуация, когда клиента можно с одного отеля перевезти в другой аннексу, это бы не стоило ни гроша. Просто, ребята, помогите, у меня проблемы. В другой отель. Заселите отсюда, деньги с этого счета перекинулись бы на тот отель, и все, разговоров не было. Нет, навстречу никто не пошел, потому что девочка Светлана с офиса аннекс-тур Москвы просто не захотела мне помочь. А не захотела она помочь, потому как это политика аннекс-тура. Вот. Видео. Видео. Видео создано для того, чтобы если кто-то будет все-таки с ними судиться, у меня времени на это просто физически нет. Моё видео поступило как обращение, чтобы было понятно, что данная практика обмана и непредоставления оплаченной услуги для Янекс-тура и для отеля Куэрол Костел Кариби. Спа-Ризот это, ну скажем так, это то, на чем они делают денежку. Всё, спасибо. А сам воздух и сама природа Доминиканской Республики и люди здесь очень хорошие. Поэтому, если у вас что-то случилось, обращайтесь за помощью кому угодно, только не к Аннекс-туру. Вам помогут, я вас уверяю. Всё, спасибо, до свидания.